Сегодня под сердцем у Ольги растет новая жизнь, но ее история похожа скорее на сценарий мелодрамы или какого-нибудь популярного сериала. Я вчера видела на УЗИ с ребеночком, все хорошо, да, он там двигается, я еще не ощущаю. Ей, конечно же, трудно нести ее ношу. Настанет день, и она ее, нет, не бросит, вынуждена будет оставить. Ольга – суррогатная мама. Быть немного беременной для нее – временная работа. Может, это будет как-то грубо звучать, но это как, я не знаю. Я люблю домашних питомцев, все что-то верное. Я буду заботиться, никак не вредить, естественно, ни себе, ни ребенку, но как можно вредить живому существу. Она прячет лицо от камеры, и лишь на этих условиях согласилась на интервью. Стать курьером для чужого ребенка, говорит, подтолкнула простое желание жить лучше. Я молодая, здоровая, я имею своих двоих детей, мы можем какой-то паре помочь. Помочь не только им, но и себе. Я на эмоциях забегаю, говорю мужу, мы живем в двухкомнатной квартире, в маленькой, 43 метрах, это общей площади. А построили трешку, 100 метров, где два красивых балкона, где мы можем наших деток разделить, что у них будет свободная жилплощадь, мы сможем выдохнуть. Бесплодие – бич современного мира. Неважно, мужчина или женщина, сегодня каждый шестой человек на планете сталкивается с этой проблемой. В Беларуси каждая седьмая пара. Не любая женщина может воспользоваться услугами суррогатного материнства. Эта процедура может быть предоставлена только той женщине, которая по медицинским показаниям не в состоянии сама родить ребенка. Это не какая-то дань моде, что я хочу, чтобы моих деток выносил кто-то. Это не какая-то, знаете, прихоть, а это реальная медицинская проблема. Для многих спасательным кругом становятся репродуктивные технологии. Это была мечта, ну, неимоверная – иметь своего ребенка. Сначала это было дико, а потом, когда ты начал понимать, что это часть тебя и твоего мужа в утробе другой мамы, но все равно это твое, все предрассудки, ну, можно оставить в стороне, потому что в данный момент у нас и есть, бегает наш малыш. Суррогатное материнство стало возможным с появлением ЭКО. Трудно поверить, но в этой маленькой капле уже зародилась новая жизнь. При хорошем раскладе спустя две недели после переноса суррогатная мама будет в положении, а спустя девять месяцев на свет появится здоровый малыш. Стать мамой на время. В Беларуси такая услуга существует больше десяти лет. В законе прописаны критерии отбора суррогатной матери и условия, когда пара может ее нанять. Общение между родителями и мамой не запрещено, а знакомство обязательно еще до подписания договора. Если смотрины прошли не по плану, отказаться от беременного сотрудничества может любая из сторон. Одним из существенных условий договора является обязанность генетической матери принять ребенка этого. Соответственно, у суррогатной матери никаких неправ, ни обязанностей на ребенка не возникает. Генетическая мать, прям ее оформляют в роддоме, и она ложится к ребенку. То есть буквально суррогатная – не мать своему ребенку. И даже если ей трудно, то нельзя отступить. Закон и нотариально заверенный договор не позволяют. Суррогатная мама получает, согласно договору, который заключается у нотариуса, выплаты ежемесячно, начиная с возникновения беременности, 9 месяцев плюс 1 месяц после родов. Как правило, эта сумма порядка 400-500 долларов. Единобременную выплату на одежду на 5-6 месяце – это где-то в эквиваленте 600 долларов. И окончательную уже сумму гонорара в зависимости от, сколько она вынашивает детей. Гонорар за одну беременность может достигать 30 тысяч долларов. Репродуктивные технологии ставят материнство на коммерческую основу. Дети становятся товаром, а женское тело – источником дохода. Так неужели просто бизнес и ничего личного? Не все суррогатные мамы могут рассказать родителям, близким подругам, что у них такая роль, им достаточно тяжело. То есть они по факту одни в этой ситуации. Готовилась я к тому, что 2-3 месяца я буду сидеть в заточении, максимально никуда не выходить. Я составила план, что буду к врачу на прием ходить, только когда стемнеет. Суррогатное материнство, как ни одну другую медицинскую технологию, оценивают с точки зрения морали. Но когда ребенка приходится делить еще в утробе, на деле это не так просто, как показывают в кино. Это могут быть неудачные попытки ЭКО, 3 и более при переносе эмбрионов хорошего качества. Может отсутствовать матка, врожденная, приобретенная, то есть органа непосредственно для вынашивания беременности. Может быть привычное невынашивание беременности, 3 и более, потери плода. Это могут быть преждевременные роды с неблагоприятным исходом для ребенка. Так как я плакала, наверное, не плакали даже биородители, потому что, зная, что это у них последняя надежда, как бы тут нет моей вины в этом. Ну и вот как-то расстались, но все равно мне было тяжело. Инкубатор, купля-продажа или ребенок из пробирки? Ее тело, ее дело. Так можно сказать о любой женщине, и о той, что только мечтает, и о той, что может родить. А не все ли равно, если на одну счастливую семью или даже две разом станет больше? Кристина Реут, Антон Козельский, Александр Автухов, ОНТ.